Добрый вечер, дорогие друзья, с вами студия Dota2RUH, продолжаем мы для вас встречать The Defense, ну и очередная игра на сегодня, команда Team Alternate Attacks будет играть против команды Monkey Business, встреча пройдет в Best of 2 формате, ну и первая игра на ваших экранах. У микрофона Владимир Донбасс-Бирюшов, всем еще раз привет, ну и давайте уже начинать, потому что очень долго ждали мы эту игру, ну и, конечно же, заждались, мне кажется, именно эту игру. Ну что же, команда Alternate Attacks, или же команда ATN, скорочено, играет у нас за сторону Dair, начинают ребята, Winter Viverny и Night Stalker имеются у этих ребят уже на первой стадии пиков. Что же касается команды Monkey Business, видим мы Shadow Fenta, видим мы также Dazzle, у этих ребят на первой стадии пиков. Ну и по обману минус Nazdoom, EO, Nature's Profit и Antimac, вот команда ATN, что же касается Обезьян, то видим Tuscara, Darksever, Tantra Assassin и Queen of Pain. Вот такие вот дела. Также хочется вас сразу же ввести в курс дела насчет группы А, именно в этой группе играют у нас эти две команды. На данный момент у Monkey Business ситуация лучше, чем у команды ATN, занимают они первое место в группе А, две игры, две победы. Что же касается команды ATN, да, поляки, почти поляки уже, то две игры тоже у ребят сыграно, но, правда, там одна ничья, ну и одно поражение. Как бы не очень ситуация. Ну, вернемся к тому, что я сказал, почти. Совсем недавно ребята анонсировали нового игрока, ушел из команды ATN такой игрок, как Сейсу. Ну, добрали ребята себе скрина, ну и теперь скрин занимает у нас позицию капитану поляков. Ну, для меня, если честно, новость вчера, если не ошибаюсь, стала вообще каким-то айсбергом просто, который появился у меня в квартире. Потому что команда существует уже долгое время, ребята год играли именно одним составом, ну и тут бац, минус один, плюс один. Очень интересная ситуация произошла у ребят. Ну, надеемся, что все же ребята покажут результат очень неплохой. Опять же, надеюсь, что замена будет им идти только в плюс. Ну и, конечно же, скрин. Скрин, который, блин, сколько уже команд переиграл, да и, в принципе, неплохие результаты показывает. Если так в общем взять, если смотреть со стороны, то неплохо показывают, собирают какие-то интересные стаки в СНГ. Да и не в СНГ тоже мы знаем. Скрин отыгрывал и с другими там европейцами. То есть, имеют свой опыт игры с европейцами из скрина. Ну и надеемся, что этот опыт будет очень хорошо идти на руку команде АТН. Как-то вот так вот. Ну а что же касается команды Monkey Business, ребята разрывают. Как собрались такие, просто вперед идут. Уверенными шагами. Ну и никто пока что им особо так и не мешает. Да, именно так. Вернемся мы к драфту. Слардар и Дрейнджер добираются для ребят с команды АТН. Ван Дайн появляется у команды Monkey Business. Ну и должны еще кого-то себя добирать, наверное, на оффлейн быстрее всего. А может и нет. Ну думаю, ребята, бонус тайм идиот. Очень долго ребята собирались, собирались и еле-еле наконец-то запустили эту самую игру. Брюмастер появляется у нас в пике. Брюмастера, если не ошибаюсь, где-то недавно мы уже видели. То ли в азиатском регионе. Или же я могу ошибаться. Ну, короче говоря, где-то недавно взлетал. Именно этот герой. А вот если бы мне кто-то помог бы, я бы был очень-очень признателен. Опять же, можете написать мне в твиттер. В принципе, самое то место, где я могу видеть что-то интересное для себя. Потому что чатик это вообще полное зло, которое только имеется. Это еле вообще сообщение успевает читать. Такс, ну что же, ожидаем мы последние пики. И последние баны сначала. Двух команд, после чего как раз будем начинать смотреть. За данной встречей напомню, встречи проходят в формате Best of 2. Поэтому все же тут есть вариант ничьи. Так что не стоит об этом забывать. По ставкам. По ставкам я тоже посмотрел. Понятное дело, преимущество команды Monkey Business. Коэффициент на них там 1.089. Что же касается команды Alternate, то 4.748. Как бы круто проиграть в такому гранду. Но победить еще, наверное, круче, мне кажется. Для поляков. В этом случае. Ну да, поставил там 100. Выиграл 474. Я бы задумался. Если честно. Ладно. Минус у нас Minomancer. Минус у нас Lich. Добирать, ребята, должны последних тут героев. Еще остается какой-то оффлейнер, если не ошибаюсь, в команде Alternate Atax. Кто же это будет, совсем скоро узнаем. Есть вариант, что Слардар отправится у нас на оффлейн. Очень сильно это практикуют как раз американские команды. Там что не игра, что не Слардар, что оффлейн. Его позиция. То есть там не признают фармящего Слардара. Да, в принципе, и Европа, как я вижу, перенимает это все дело. Разор появляется у нас в пике для команды Alternate Atax. Ну и Monkey Business. Вас удивило уже интересный пик Ambrimaster. Ну и что же додумают себе такого на последний пик. Если не ошибаюсь, остается и оффлейн герой. Но есть ондайинг. Есть ондайинг, который может пойти на тот же оффлейн с каким-то героем и будет чувствовать, что они там очень неплохо себя. Опять же, видели мы много стратегий с ондайингом, поэтому, я думаю, сейчас какую-то из них ребята выдумают или же доберут. Кому как повезет. Минута еще остается у ребят, чтобы такого интересного добрать для себя. Ну и Spirit Breaker себя добирают на оффлейн. Да? Да. Вариантов и нету больше. Вот такое. Такое. Через агрессию пойти и все же... Посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Так. Все, я включил. Отлично. Можно смотреть. Можно наблюдать. Выбирают, ребята, героев. Неспеша, опять же, дают последние расстановочки, последние задумочки. Ребята думают. Вдруг, не знаю, передумают соперника. Надеются на это. Или же не передумают. Ну, кому как повезет. Так. Ну и давайте начнем с представления команд. Пока у нас еще есть время. Красс-пауза ставится. Начнем мы с команды Monkey Business, которая начинает у нас за сторону Radiant. Fly будет катать у нас на Vandang'е. Noy Tail. Noy Tail. На Brumaster'е. Крит. На Dazzle. Меркл. На Shadowfind'е. Ну и Moon Minder, если не ошибаюсь, будет катать у нас на Spirit Breaker'е. Ну и команда Dyer. Команда под названием Alternate Attacks. Я же просто Alternate. Screen на Night Stalker'е. Nisha на Slardar'е. Supreme на Windranger. Exotic Deer на Razor'е. Ну и Lissic на Winter Viverny. Да, еще с уходом одного игрока у команды TN. Там же и роли попенялись чуть-чуть. Ниша, который играл и самый молодой, кстати, игрок в команде, если не ошибаюсь, там 14 или 15 лет. Я сбился просто за счет, постоянно говорю и постоянно забываю. По-моему, 15 лет. Выше 15 не может быть. Молодой игрок. Отправили его с саппорта на оффлейн стоять. Ну и Screen присоединился как саппорт. Будет бегать вместе с Лисиком на Winter Viverny. Такие вот интересные расстановочки у ребят произошли после ухода до SESU. Еще раз напомню. Совсем вот... Вчера, по-моему, новость эта облетела. Все... Ну вот... Пока вроде бы как официального анонса я вроде бы и не видел. То есть видел только слова Лисика. Написал он в Фейсбуке, что мы вынуждены попрощаться с SESU. На данный момент будут отыгрывать за нас скрин в качестве стенды на полный анонс. Ждите совсем скоро. Типа вот так было все написано. Ну и, конечно же, еще про роли написал, что ниша отправляется у нас в оффлейн. А вот я со скрином буду бегать на саппортах. Вот такие вот дела. Ну, опять же, АТН, если кто не знал, появились ребята у нас в Star Series в европейском дивизионе. там себя тоже должны показывать, так что их игр и там мы ждем. И, конечно же, я думаю, болеть именно за этих ребят надо. Ну, опять же, кто не знаком с этой командой, можно чуть-чуть сейчас попозже расскажу, что это за команда, что и себя не представляет, но подобно. Сначала по линиям разберемся. На оффлейн, да, отправляется у нас дабла в исполнении Undying и спиртбрейкера. Дота 2 Рухап, ребят, я без комментариев даже. ФБ проливает у нас команда АТН. На центре взорвали тут СФ-3 игрока и как бы вот так вот произошло. Сверху, да, Разур стоит против Флая и Мунминдера. Пока очень немножко некомфортно, но подходит сюда скрин, начинает навязывать свою драку. Флай Дикей берет, два Дикейа сразу же получает, начинает, ребята, его избивать. Ну и что же, Экзотик Дир очень знатно разбивает 56 демм, уже высосал, начинает теперь Флая добивать. Дальше на скрин до конца будет лететь или нет? Нет. Все же через Спиртбрейкера хотят сыграть, ну и неплохо продамажили, ну и не убили, к сожалению. Меркл стоит у нас против Даблы на данный момент, видим, опять Лисик у нас поднимается через Экзотик Бёр, начинает неплохо нарезать по Мерклю, Меркль в итоге у нас отходит. Суприм стоит комфортно в данный момент. Ну и снизу ниша Слардар, в оффлайн Слардар, как мы знаем, стоит против Брюмастера и Крита на Дазли, ну вот, такие вот дела, такие вот дела. Слардар до конца идет, Крит неужели умрет, да, погибает у нас Крит, это 2-0 плюс ГТН, вот, вот, вот они поляки, начинают очень агрессивно и видим, пока что все очень круто для них. Пока очень все круто. Посмотрим, как будет дальше. Это же еще игра впереди. Так вот, команда ТН, ребята, которые заняли второе место в про-серии 12-го сезона, кошмарный финал тогда выдался против команды 4 якоря и морской капитан. Как они тогда назывались, подождите. Фу Энчер, Сенсея Капитан, все правильно. Да, кошмарный финал выдался, в итоге там ТН вроде бы ни одну карту не отжали, то есть, в общем, все плохо было сыграно. Дальше ребята собрались и показали себя на открытой квалификации на The International. пятый заняли ребята топ-4, по-моему, да, в полуфинале отлетели от не помню кого, честно. Не помню кого, честно, вот я помню внизу были команда ПАП, где играл классенький турецкий товарищ из Турции, да. И, по-моему, от команды Йелосу Марин, по-моему, отлетели они, вот. Ну, тоже было обидно, но это такое. Что тоже касается вот недавно проходящего мэжера, тоже ребята участвовали, на две квалификации они залетали, доходили до... Ну, первый день они полностью выигрывали, а то до 1.16, до 1.16, тогда ребята играли. Дальше, если честно, не помню, до 1.8, по-моему, проходили, дальше чё-то до полуфиналов не доходило дело. Короче, вот такие вот дела команды АТН. Что же, Мунминдер пока что тут живёт, видим, еле-еле выживает, ещё три часа остаётся, до конца будет идти сквин, да, до конца играет, но нет, всё же не хватает мувспида и отходит назад. Ниша, начинают с неё проблемы, далее тут пиво, ну, отпевает со сваливой, подбирает дабл дэмэдж и уходит, уходит на ЛОХП, есть ещё у него манга, который, наверное, сейчас и завязает. Так, четвёртая минута, 2-0, по Крепсату, видим, первое место занимает у нас товарищ Новый Тейл, который играет у нас на Брюмастер и фармит беспроблемно. Опять же, ниша неплохо напрягает, но ниша особо так даётся поставляться. Тем временем, в центре погибает у нас ССФ, третий фраг зарабатывает у нас команда ТН, есть разбег у нас на Суприма, Суприм, ну, вряд ли, конечно же, пойдёт до конца у нас Spirit Breaker, хотя Fly тут тоже недалеко находится, а до конца играет у нас нет, не до конца играется. Всё же увидел, что по Tower лезть, там, второй левел, нет, третий левел, четвёртый левел на Spirit Breaker как-то не очень, откровенно скажем. Поэтому, такие вот дела. Так, попыточка была забрать Даззла, ничего не получилось, уже Даззл через телепорт улетает. Сверху, Exotic Deer, пятый левел получил, пока что дают ребята фармить, но опять же, реген закончился полностью, разоро, приходится ботл покупать, ну и ботл появится очень-очень, долго будет, точнее, появляться, пока ещё на базу залетит, заберёт тот самый ботл, потом обратно, короче говоря, целая система там, команды Дайр с получением курьера, поэтому тут надо подождать. Транквил, они же уже купил, шестой левел вот остаётся буквально сейчас ещё один крепчанский, вот он Amplified Damage получается, и теперь можно реализовывать данный Amplified Damage, вот правда, вот, нужно подключение скрина к этому всему, как раз ночь сейчас у нас в игре, третий левел скрина, ну и скрин заходит у нас в спину или нет. Ларп оставил и видел, куда зашёл у нас Moon Miner по этому лавку боковую, видя также подключение Flyer и решает немножко отойти назад. Тем временем Supreme забирает у нас скрита на Дазли, дальше у нас происходит уже драка, ниша в камень летает, ниша пытается, ну, Юлы, конечно, уже его поднимают тут, станчик не по таймингу, но залетает в камень и до конца играет у нас уже товарищный Тейл, хочет забрать до конца у нас Слардавича, ну и вот он Клэп, минус у нас ниша. 4-1, первый фраг делают на сыграх команды Monkey Business, с почином поздравляем их, ну и, конечно же, ждем дальше каких-то подключений интересных, подключений, интересных, да. Да и приключений тоже ждем. Почему бы и нет, все же герои такие любят приключения. Один разбегается, второй ставит топ-стоун, что там дальше? лоу-тейл там раскладывается на пару человечков на 3. Интересный, интересный герой. Лисик, видим, четвертый левел получил, Меркл уже начинает со счета 0-2, конечно же, не самое удачное начало для СФ, но вот дальше пытается драться сверху, тем временем-то погибает нас разор, Лисик пришел у нас Техлпу, в итоге сейчас сам может у нас отъехать, есть Клон Эмбрейса, конечно же, на себя кидает, ну и Мунминдер погибает у нас, вот ура, приходит скрин, начинает нас нарезать Флай, а Флай тоже очень сильно у нас просаживается по данным дамеджам, но все же уходит, уходит, опять же, висят Дикие, которые как раз помогают ему выжить, хотя на развороте Флай, попыточка драться, не самая удачная, Флай, 20 хиллс-поинтов остается, пытается уйти, манцы, 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 но приходит Экзотик Дир и через спазм Филд убивает его, 6-2, 6-2, заходит у нас Мунминдер через чардж, попытка, конечно же, цепануть кого-то, убить, но вот, что-то не сильно это получается, продамажить особо тоже не получается, на центре Суприм приходит у нас Леса, восьмого получил, фейзы имеется, боттл имеется, пока что беспроблемно, стоит у нас товарищ, ниша, левел 7, ну, вроде бы как на, а вот на топе у нас приключения, хотя на боттами нет у нас приключений каких, у нас на топе суток приключения есть, убивает нас разоро через Стамбул, скрим приходит сюда как себе в гости, в принципе, так оно и есть, правда, тут чардж залетает от Мунминдера, начинается драка, точнее, изменение на сталкера, но на этом все и прекращается, прилетает сюда ниша, в надежде как-то помочь, ну, и как видим, помогает, отправление у нас на центр, в исполнении спиритбрейкера, идет до конца, ну, есть тут лисик, если что, есть у него колонный брейс, кидает на себя, ну, и пошел, у нас вперед, ноутейл, все же забирает у нас, в интервиверну, ну, и 6-4, это у нас, за счет у нас матча, так, флай, тем временем, живет дальше под грейвом, пытается кого-то нарезать, прилетает сюда, да у нас Мунминдер до конца играет, опять же, флай, на лоу хп пока что живет, скрин погибает, хотел забрать как-то флай, через вольт, но вот не получилось, ниша дерется, пауэршоу тут спринно залетает, неплохой, ну, вот, очень сейчас проблемно, тут будет драться, подходит сюда еще нултейл, пятером тут находится команда Манкобизнес, а суприн привязал нас, меркляп, все же убегает через винран, и, неужели драться будет, да, будет драться до конца, как-то, играть, забирать кого-то, размениваться, но все же не получается, расходится, у нас команда Манкобизнес, цепануть не удалось никого, так, разор, double 6, четвертый крипстат на данный момент, на карте у него, так, ну и арканчики появляются, у андрайинга, пятый левел у нас, флай, опять же, вдвоем ставили со спиритбрейкером, а не, тут, такой, да, разные левел, ребята, почему-то, опять же, больше набегал у нас, спиритбрейкер по карте, поэтому, вот, такие вот дела, так, ну, тейл, пока что, без алтимаэта, подходит сюда ниша, есть у нас, танчик, начинают нарезать, на сноутейла под амплифай дэмэджем, ну и ниша, без проблем, нужно его забирать, грейфью, зайц у нас, вот, да, злак, за критом погнался у нас ниша, ээээ, ээээ, ээээфчик, миркл, хороший реквиум, минус на скрин, поевает также у нас брюммастер, ниша на лоу хп, пока что живет, пытается как-то, замансовать, не выходит, миркл, доволкил оформляет, ну и за нишей отправляется, за листиком, точнее, отправляется до вперед, ниша у нас умер уже, черт, вот такое, суприм, есть на него чардж, разбегается на него спередбрейкер, пын бустол, суприм, он больше ничего нет, особо, ой-ой-ой-ой, привет, псевдобаш, псевдорандом, точнее, огромный привет, 8-8, счет у нас матч, 12-ая минута у нас в игре, пока что видим ровная игра, подключение с одной и с другой стороны, и ночь наступает у нас в игре, видим 6-ого луна из сталкера, есть на него, у нас разбегут, мунминдера, ну и до конца будет играть, мунминдер, там как раз аутермен сейчас появится, урну накинул, ну и дальше-то что, дальше ничего нету, сбивается телепорт, то в итоге минус у нас, спиритбрейкер, ну вот так вот, не доиграл до конца, в итоге сам поплатил со жизнью, 9-8, уходит вперед, у нас ребята на один фраг, суприм, видимо, пытается как-то отозвать крипов от тауэра, чтобы не наносился как раз тот самый дамедж, приходится до нас, миракл, миракл, видим, баклер себе приобрел, дальше что-то несет себе, а, готовый микас уже принес, вот такие вот дела, ну, по крипсату видим первое место, занимает у нас миракл, за счет как раз стагов, которые там сделали ребята, или же он сам сделал их, поэтому, немножко получше дела, и, в принципе, полегче дела, тоже можно назвать, ну что же, праймал сплит, вязается вот, ну, ну, тыла, минус нас Т1, виндрэнджер, пытается уйти, есть в нее виндран, прилетает сюда у нас, мунминдер, ну, и суприм выживет или нет, нет, не выживает, виндркерс выживается у нас на меркла, меркл выживает, а, приходит экзотигдер, неплохой плазмофилд, ну, и скрин тоже подключается у нас вперед, все же ребята пытаются кого-то забрать, и, решают все же мунминдера как-то фокусить, но тут есть меркл, который через шаду рай забирает у нас, лисика, погоня, дальше идет у нас за спиритбрейкером, ну и спиритбрейкер сейчас просто уйдет, нет, просто не уходит, просто, просто кулдаун, сказал он ребятам своим, поэтому, сорян, не сегодня, ниша, врывается у нас вперед, драку, в итоге погибает, вообще непонятный врыв, вот ниша, на что он наделся, я не понимаю, но, такое, что-то, подфиддонел, мне кажется, очень сильно подфиддонел, так, 11-10, что-то у нас матчи, видим крипстата на своих глазах, первое место снимает у нас АСС, дай, в принципе, ну ладно, сейчас скрина убьют, да, дай, в принципе по натворцу тоже первое место занимает, неплохо оторвался в УТВ, игрочки, на 2000, да, даже более 2000, переживает по натворцу, далее идет у нас Нотейл, ну и, четвертое место занимает у нас Экзотик Дир, Мейн Керекоманды, это тоже собирается Амиказм, Ну Тейл уже с Глинком, дальше покупает себе перчаточку, мы из этой перчаточки должны что-то интересное тоже выносить, я так думаю, чардж на Суприма, Суприм, проблемки, есть, у него урна сверху, что-то разрывчик, разрывчик пошел, скрин, 7-й левел, не поставляется, уходит назад, Лисик, тоже аккуратно у нас играет, загибает Слинтербласт, ну и сверху, Нишка, ТПА делает, нечем сбить, в итоге улетает. Так, прорывается у нас скрин вперед, имеется Винтер Керс у нас по Мерклю, Меркл выживает, хотя до конца ребята идут, минус у нас Меркл, как же тут больно игрокам, команда ТН, минус 2 уже есть, а дальше Кзотик Дир также погибает, поймали Винтер Виверну, но чё-то нет, по-моему, не сегодня. Ну, Лисик тоже забирают там. Минус 5 в исполнении игроков команды Манки Бизнес, ну, минус 4, просто Суприма забрали до захода ещё на Т2, ну, такое. В общем-то, минус 5. Так, Миказм приобретает себе у нас Разор, ну, вот так вот сделаем просто, 7500 у нас за командой Манки Бизнес, это очень огромное количество на 16-й минуте, прекрасно мы это понимаем по экспедицию, почти та же схема, только на 2,5 меньше. Бедово, очень бедово. Веркал, видим, Сэрш себе приобретает, подбирают дубл демош, ещё отправляются на Бутым к своему тиммиту, там уже Мунминдер разбирается с Таваром, Т1, который ещё стоит. Ну и что же, дожидает следующих крипов, после чего пойдут дальше, вперёд. Давите до конца, давите. Да, Сэржиньяш потихонечку собирает Меркал. Глядь, там, вот это, Фалакрития потихонечку ставится, тамбаут. Флай, опять же, чтобы не залетали эти ребята, минус Т1, ну и на центре заберут Т1 или нет, залетает сюда у нас Мунминдер на Экзотик Дера, а чё это он отменяет? А, есть, у нас Сайланс, облетает сюда у нас Мутейл, а чё он не словил телепорт? Ладно, Экзотик Дера, дальше ловят, а хороший Виндекклорс от Лисика, неужели он врёт у нас Спирит Брейкер? Да, забирает у нас Экзотик Дер через Пазмофелд под Самстреет, есть Колденбрейс, Суприм после Торнадо возвращается обратно на землю, уходит у нас через Виндран, ну вот, Скрин подключается к Драйке, Ниша прыгает по двоим, хороший стан, дальше там можно у нас разруливая данную ситуацию, да, минус у нас Ноутейл, Флай, также можно ловить, есть Войта, пытается ребята поймать, заканчивается у него Алтимейт, 10 урна на нём, ну и дальше Алтниша, что это такое? Как же играют эти до конца? До конца играют, Крит выживает у нас, и Меркла ещё пытается спануть, есть танчик, хорошо, Меркла связали, Павершот тоже отлично, Войта, ну и, да ладно, Грейв, Грейв открытая, ну и на развороте Меркл пытается кого-то спануть, кого-то выкурить, но нет, расходятся тут ребята. 18-14, что-то у нас матчи, впереди игроки команды, Манки Бизнес, ну и должны вроде бы как неплохо там отыграть команда ТН после трёх минусов, вроде бы как, хотя тут Та уже упал, не, ничего не отыграли ребята, чёрт, но врыв, конечно, был очень хорошей вот ниши, опять же, Блинк появился в нужный момент у него, так что, пока что он его неплохо реализовывает и, конечно же, в дальнейшем, наверное, будет лучше, всё лучше, лучше реализовывать. Так, ну и Манки Бизнес собрались у нас на ботами, цепляет тут у нас в интервью вернул, но Тейл прыгает вперёд, не ловит нас нишу, забирают на 102. Командарагент, и, конечно же, идут вперёд. Ну, не совсем вперёд, но в плавах вперёд эти, через через Рошаду. Додумал. Так, блин, появляется у Мирака. Бриммастер, что собирает себе? Бадмирс, окей. Ещё как раз ставится Морбет Масочка ему. И, что там? Суприм, прикупает себе, видим, Маганим Саптор, окей. Лайгис появляется у СФа, ну и вот вперёд направляется у нас Манки Бизнес. Так, СФчик из-за этого нас Инвиз. Правляется на поиски какого-то товарища интересного. Видит скрина, видит нишу. Правляется именно за ними. Там Кримсайм Гварт появился в Ван Дайн Гарн. Ну и Миракао! Хороший Треквиум. В итоге минус у нас ниша. Скрин тоже у нас погибает. В итоге минус два. Вообще просто не ощутили. Манки Бизнес. Не почувствовали эти фраги. Ну и вот ещё экзотик диро. Есть чарджа. Меркл тут уже с руки нарезает очень конкретно. А чё это-то? Монминдер. Лол. Мог же до конца пойти, но чё-то не захотел. Решают по центру заходить. Почему бы и нет? Опять же тележка имеется. Нотейл прыгает вперёд на лисика. Лисик выживает. Ну и сейчас на развороте винтеркерс изменится. А шоу у нас Нотейл пугает своих врагов. Вязается гифратификация. Прилетает на скрин после таверны. Ну лисик ловит нас камень. И сейчас заканчивается у нас праймал сплит. Да, Тейл Клэп летает назад спинка. Минус нас Т3 ну и на этом да, разбегаются разбегаются у нас ребята. Вряд ли будет что-то на развороте делать. Да, Монминдер отправляется у нас наверх. Видят тут у нас Миракля Миракл. Тоже прыгнул назад. В сторону. В сторону. В сторону. Так, мигает ребята что-то. Тавр есть, да. Знают? Стрим палят. Сто процентов. Сто процентов что-то знают ребята. Так, Ростов потихонечку будет приобретать ниша. Ну в принципе опять же айтем билд стандартный у всех оффлейн слардаров что на Америке что и видим сейчас у ниши. Точь-точь. Транкфилы, Блинк и Фурстал. Все, что необходимо для слардов рауфлейн. Ну забирают хотя бы для себя первый тавр у нас команда ТН. Дальше отправляется куда-то вниз. Тоже за Т1 видимо. Но правда сами теряют Т2 вряд ли Манки Бизнес пойдут дефать. Поэтому должны отправляться на Т3. А тут уже сами АТН прилетают. Ну и через центр. Через центр решают ребята заходить. Видели, видели, видели тут Винтер Виверну. Лисек пытается выжить. Артик Бюрн не спасается. Есть байбэк. Если что Винтер Кюрс также имеет свой Виверну. Да. Есть байбэк сделал Прогет Ноутейл. Сразу же Праймал сплит. Поднимает Витра у нас Виндрэнджер дабл дамедж. Ну и Скрин тоже пытается драться. Провязал ночь. В бараке просто ломается. Просто ломаются у нас бараки. Ничего больше не происходит. Ловит Скрин у нас камень. Ноутейл опять возвращается и Меркл получает неплохой дамедж. Опять же подхиляли его. Связали Суприма. Суприма. Ай-яй-яй. Погибает. Хороший Витэнк вверх связается. Но правда дамжа нету. Узается у нас Кримсан Гвард. На Экзотик Дир пошел у нас дамедж. Ну и Экзотик Дир в итоге у нас погибает. Ниша врывается станет всего лишь по одному Мерклю залетает. В итоге тут по-моему уже конец. Видимо. Судя по всему ниша. Еще Амплифайд получил Экзотик Дир после байбэка. Будет ребята что-то делать пытаться. Наверное сталкера залетает у нас Мунминдер. Начинает ребята убивать у нас скрина. Скрин убили. И минус на центр. Минус центр. Отправится на следующий тут ребята бараки на следующую сторону. Видимо нет. Или да. Пока еще не знаю. Да. Отходит. 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 Ну и Манки Бизнес. Осталось только закончить игру для себя. Зайти на следующую сторону. Забрать ее. Обеспечить первую катку у себя в кармане. Я думаю без двух сторон вряд ли будет сражаться команда ТН. все же наверное отдадут игру своим импонентом. ТН. 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 Видим Игглсонг себе прикупил. Вот он на ТН. ТН. Появляется уже. Как-то быстро. Так. Ну Тейл. Видим Платмейл появляется. Заход по ботому. Вот команды Манки Бизнес. Меркл заходит вперед. Ниша хороший станчик прописывает. Но Тейл уже появляется. Ну и Винтер Кер связается на Меркле. А Меркл выживает. Дальше заходит на Сноутейл пытается кипиш наводить. И кипиш наводит. Очень здоровский Меркл Райкл кастует. Ну и Экзотик Дир должен погибать. Мико размезается. Минус у нас ниша. Ну и Экзотик Дир также погибает. Скрин еще тут нашли. Скрин тоже попадает в плавы смертников. Да Гудгеймер прописывают. Ну первая карта именно за это команда. Опять же фавориты еще раз напомню были в этой встрече команды Манки Бизнес. Но имеется еще одна игра у команды Тент чтобы как-то сломить этих фаворитов ну и хотя бы забрать винстрик у этой команды и наверное на это будут ребята надеяться. Ну а мы уходим на маленький перерыв. Я думаю